Абазбек Фуизулаев, или как он сам себя просит называть, Абос Фуизулаев, стал лучшим молодым футболистом азиатского континента прошлого сезона. И у него были очень топовые соперники. Вообще, эту награду ежегодно выигрывают топчики, и процентов 50 из них потом играют в супер-клубах PSG. И ежесними, Ликан Ин, да, совсем недавно выигрывал эту награду, далеко ходить не надо. Так вот, наш Абосик, наш Абос Фуизулаев забирает эту награду и становится лучшим молодым футболистом азиатского континента. У меня просто гордость, я просто кайфую от того, как себя показывает Абос. Да, у него были небольшие просадки по форме, это было в начале этого сезона, это было немножечко зимой, потому что мы знаем, у него был очень насыщенный год, и это правда. Он ездил на всевозможные турниры со сборной, играл на Кубке Азии, играл на Олимпиаде, где-то просаживался, но при всем при этом практически в 80% матчей за ЦСКА он был хорош. Он иногда пропадал, как и вся команда, но в целом он прям один из лидеров ЦСКА, и это 100% факт. Теперь он удостоен этой награды, как будто бы не только мы с вами, болельщики ЦСКА, это видим, как будто бы не только наши селекционеры это видят. Да, понятно, что когда-то его предлагали и Динамо, предлагали и другим футбольным клубам, они отказались, взяли более дорогостоящих футболистов, а это наш вариант. Круто, что мы сами следили за Абосом, круто, что мы не повелись на общественное мнение и взяли за 500 тысяч евро в прошлом году этого футболиста. Теперь он уже стоит больше пяти и будет только расти, и это все как раз прокачивается в нашей команде, а потом кто-то будет говорить, что у нас футболисты не прогрессируют. В общем, Абосу удачи, Абоса поздравляю, давай дальше, разрывай все и вся в нашей красно-синей футболке, а мы, болельщики ЦСКА, тебе только поможем. Вас я, как обычно, приветствую в наших любимых роликах ЦСКА новости. Сейчас будет серия роликов в ВК, потихонечку будем переходить туда, потому что страшновато, потому что не хочу потерять свой основной канал. Я надеюсь на вашу лояльность, посмотрим, сколько из вас действительно хотят смотреть ролики в ВК, в ВК видео, потому что я за последние полгода очень много видел вот этих вот возгласов, мол, Клинс, ты запарил, нужно делать ролики и на всевозможные платформы, нельзя жить только Ютубом, давайте пробуем. Сейчас будет серия новостных роликов, они не как обычно будут большие, будет по 3-4-5 новостей, быстренько, со вкусом и только самое важное, как вы, конечно же, и хотите. Про телегу нашу не забывайте, на телеграм-канал подписывайтесь, там очень много лайва, много всевозможных нашей красно-синей информации, много, конечно же, всевозможных конкурсов. Вот мы сейчас разыгрываем футболку Пьянича, далее будет еще очень много конкурсов. В общем, подписывайтесь, конечно же, вот сюда, на группу ВК, чтобы вам видосы в рекомендациях появлялись, на Ютубчик тоже не забывайте, на телегу подписывайтесь. Ну что ж, с вами, как всегда, я, Клинсиню, CSKA-новости, впервые ВК. Привет! И погнали! Далее у нас многострадальный Бруно Фукс, тот самый футболист-фантом, о котором уже многие забыли. Я, кстати говоря, совсем недавно на Дзен писал небольшую статейку об этом, сейчас более емко проговорим в нашем новостном ролике. Бруно Фукс был отдан, насколько мы с вами помним, в аренду, в годичную аренду, да, она продлевалась, и вот совсем скоро она подходит к своему завершению. Напомню вам условия той самой аренды. Если Бруно Фукс играет больше 50% матчей в сезоне, то автоматом атлетика Минейру должно выкупить этого футболиста у ПФК CSKA. И вроде как все окей, так и должно было случиться, потому что, да, мы видим, что он играет в каждом матче, играет практически без замен, получил одну маленькую травму где-то полгода назад, и дальше играет. Причем играет нормально, сбивает, отдает голевые передачи. Средний, да, у него рейтинг на всевозможных статистических платформах очень топовый. Летит и стремится вверх, намного лучше, чем у него было в нашей любимой команде CSKA, да. Много можно об этом говорить, но факт в том, что он действительно там играет. Я общался с многими футбольными врачами, прям я не буду говорить имена, потому что, к сожалению, нельзя этого делать, потому что они все работают в клубах, и это корпоративная этика. Но вот я со многими общался, и почти все в один голос говорят и разводят руки, мы не знаем, что с ним. Просто непонятно, и практически все из них не понимают. Есть какие-то догадки, но в целом тенденция никак не прослеживается. Потому что приезжал он к нам, и у него была четкая линия, не было ни одной травмы, начало ломаться, ломаться у нас. И причем все травмы такие, знаете, как будто бы необязательные. Сухожилия, тенденит, связки, да, колено, бедро. Я помню, даже была зубная боль, но зубная боль, это больше похоже на отмазку. И менталка у него, конечно, подкачала. Возможно, он заскучал по родине, возможно, да, материализация мысли, да, работает на таком нереальном уровне у бразильцев, что если ты плохо себя чувствуешь психологически, то у тебя и тело будет ломаться. Потому что уже все врачи даже не понимают, что с ним происходит. Так вот, в Бразилии этого ничего нет, играет, причем реально хорошо играет. Я несколько матчей его смотрел, в порядке. И, собственно, и в некоторых матчах, да, и у Алексея Березудского, и у Владимира Федотова, и у Гончаренко он был неплох. Потому что мы вспоминаем, представляете, как давно Бруно Фукс с нашими обойми, если он поработал уже практически со всеми тренерами за последние 5-6 лет. Просто вдумайтесь. Бруно Фукс практически легенда ЦСКА и легенда мемов, как минимум. Так вот, появилась информация о том, что атлетика Минейра хочет продлить аренду, не собирается выкупать. Потом летает всевозможная инфа из Бразилии. Где-то еще ее подхватывают европейские инсайдеры. У нас это все перекручивается, да, и выдается в том контексте, что, может быть, ЦСКА где-то нас обманывает. Может быть, там не было никакого обязательного пункта выкупа. И это просто было сказано для такого красного словца. Но нет, я на самом деле считаю, что ЦСКА нас в конкретном случае не обманывал. Да и вряд ли обманывал ранее. Но вот сейчас, совсем недавно, Кирилл Брейд, чтобы подтвердить, да, либо успокоить всех болельщиков, сказал, что все нормально. Там, конечно же, есть та самая опция, о которой было сообщено ранее, да. И, скорее всего, Бронофукс останется в Бразилии, а ЦСКА наконец-то получит за него деньги. Понятно, что мы его покупали за 7 миллионов, да, даже чуть побольше, за 8, возможно. Мы получим за него 3,20% от последующей перепродажи. Когда-нибудь куда-нибудь его и продадут. Может быть, еще лямчик другой к нам упадет. В целом пятерка. Когда-то за его аренду платили что-то в районе тоже миллиона, либо цифра близилась к этому. Когда-нибудь мы, возможно, в ноль выйдем, но все равно потраченное время. Но я считаю, что Бронофукс хороший футболист. У него есть очень хорошая задатка, у него очень хорошая передача. Он умный, в принципе, в отбор вступает, да. Но с менталочкой подкачал, и, скорее всего, ему просто не хочется играть в России и возвращаться в холодную, да, зимнюю Москву. Я думаю, что он не горит желанием, будет дальше чилить в Атлетико Минейро в Бразилии и наслаждаться жизнью. Я ему точно не судья, пусть делать как хочет. Жаль, я бы не отказался от бразильского оборонительного цеха в полной мере. Мойзис, Роша, у нас есть Кевин, Бронофукс был бы вообще не лишним. Как когда-то у нас было бразильское нападение и полузащита, то сейчас могла быть полностью, да, оборонная, составленная из латиноамериканцев. Но этого не происходит. В комментариях пишите, конечно, свое мнение по Абоссу Фуизулаеву, поздравляйте его обязательно. И, конечно же, про Бронофукса тоже пишите. Продолжаем разбирать ту самую закупку лета 2020 года. И на очереди Адольфу Гаевич. Многие говорят, вот бы его так же впарить, как и мы только что впарили Бронофукса. Я уже, наверное, согласен. Потому что в прошлом году он же правда забивал, он же правда за резиспор разбирал просто своих оппонентов на кусочки. Потому что забил много, даже для Турции забил много. А тем более, учитывая, что он играл не за топ, да. Вот самая большая проблема Гаевича, у него как будто бы что-то ёкает, он начинает забивать. Да, не все головы там были прям топовые, какие-то были курьезные, да, прям. И мы вспоминаем Адольфу Гаевичу только с улыбкой, да, с такой, не то чтобы злоба, а такая, ну, типа, понятно. Если в прошлом году он не понадобился никому, да, то и в этом, по ходу, дело произойдет точно так же. Забил очередной гол, встать и не произошло. Играет только с замены, в старте практически не выходит. В Анталии у него получается, наверное, отдыхать лучше, да, чем играть в футбол. Поэтому такая тема. Федор Чау, которого в России набрасывают, которого я защищаю. Не считаю, что там уже что-то можно, какие-то итоги подворить. Просто промежуточное наблюдение, да. Пока, конечно, не воодушевляет его игра, он практически не забивает, не отдает. И тут перестал в старте выходить. Хотя вот совсем недавно и гол забил, да. И вот сейчас голевую передачу в кубке я вчера отдал. Да, это куба Греции, но все равно я даже небольшую балладу, да, сочинил. Понятно, что это первый раз я набросал такую, да, просто настукивая ритм. Четыре строчки, послушайте, мне кажется, вам должно зайти. Вот такая вот штука по поводу Федора Чалова. Я считаю, что у него должно дальше раскручиваться. Кстати говоря, некоторые, да, люди, приближенные к команде ПАОК, говорят, что в России слишком терроризируют Чалова, слишком на него нагоняют. И говорят о том, что его тренер постоянно меряющий участку, да, вкатывается ни шага ни валка в сезон. И к ноябрю, к декабрю уже обрастает команда местом и выстреливает. Ну, так говорят люди, приближенные к греческой команде. Надеюсь, что так и есть. Надеюсь, что у Федора Чалова будет все хорошо. Также в комментариях жду ваше мнение. Буквально через несколько дней нас ждет очередная серия Дребесея Руси. Московский Спартак пожалует на веб-арену. И к этому событию ЦСКА, наши друзья из фона, приурочили очень крутое открытие. Открытие бара на веб-арене. Фон-бар. Была очень крутая, да, пародия на фильм Евротур. Я прям кайфанул. Алды, которые смотрели Евротур, наверняка поймут. И самое-то главное, что приедет Зоран Тошич и будет общаться с этой барной стойкой с людьми, которые придут в этот фон-бар и будут смотреть там футбол. В той самой зоне, да, очень круто, красиво она сделана. Будет торжественное открытие. Но главное, что приедет Зоран Тошич. Опять, кстати говоря, у меня лежит в закромах интервью, да, свеженькое интервью с Зораном Тошичем. Пока я боюсь его выкладывать, потому что не знаю, что будет с каналом. Посмотрим, куда я его точно выложу. И очень крутой рилсик есть, да. Такой небольшой блиц я собрал с Зораном Тошичем. Он тоже все будет. Пишите в комментариях плюсик, если ждете Зорана. Далее у нас информация о том, что Стефан Ланчар заинтересовал наших с вами красно-синих скаутов. Это футболист Акрона, который по системе Go Plus Pass уже разрывает РПЛ. Лидер своей команды отдает, забивает, постоянно набирает очки фэнтези. Кстати говоря, ребята, которые в нашей лиге фэнтезиены участвуют, Ланчара берите. Он практически всегда тащит. Тем более, он практически ничего не стоит. Так вот, мы заинтересовались в этом футболисте в опорную зону. Он такой классический бокс-то-бокс. Может и вперед, может и назад. Хорошая передача, да. Такой системообразующий футболист Акрона в данный момент. Нужен ли он нам сейчас? Вообще, нам игрок в центрополе, конечно, нужен. Но мы смотрим, что подъехал Пьянич. Если перестроить на три полузащитника, как и со старинца, мы потихонечку ее наблюдаем. Да, это будет как минимум один из вариантов, как говорит сам Марко Николич. Что в теории мы можем увидеть Ланчару в нашей команде. Потому что и Кисляк, видите, уже присел. И присел потихонечку, да. И Макс Мухин, потому что после его травм мы не знаем, как он будет возвращаться. Если мы возьмем Стефана Лончара, он Лончара, неважно, называйте, как хотите. Некоторые, кстати говоря, болельщики говорят, зачем нам такой футболист сомнительного качества, да, чтобы свой Моти Кисляк не играл. Я согласен, я тоже за Моти, но что-то пока Кисляк все равно не играет. Так, для расширения обоймы можно было бы его взять. Тем более, если Кристиан Бистрович уйдет. Кстати говоря, Стефан, я думаю, сильнее Бистровича. Будет такой вот сегодня экспресс-новосной ролик. Завтра, либо уже после матча, будет еще один. В общем, пишите с вами в комментариях. Ребятки, нужна ваша обратная связь, нужна ваша активность. Если вы хотите, чтобы и дальше выходили ролики в вашей любимой соцсети ВК, ВК-видео. Пробивайте лайки, подписывайтесь на группу и, конечно, репосты делайте. Главное, это вот здесь то же самое, как с Ютубом, нужно репостить к себе на стену ролики, либо в группы и прожимать лайки обязательно, ну и комментарии. В общем, жду вашу ответную реакцию на ВК-видео. Вы хотели, даже те, кто не хотел, ребятки, смотреть это ВК-видео, я започу это в телегу, чтобы все увидели. Ну, нужна обратная связь, ребятки. Кто хотел, давайте дерзайте, чтобы я увидел, что туда тоже нужно постить. Все, ЦСКА всегда будет первым. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok